Масло подсолнечное, гречка, сахар и средства личной гигиены. Ну и, соответственно, продукты, естественно, долгого хранения? Естественно, конечно. Для того, чтобы можно было их отправить, соответственно, необходимые продукты долгого хранения. Депутат Совета депутатов и предприниматель Владислав Рымша показывает своим коллегам по депутатскому корпусу склад. Это одна из точек, где будет аккумулироваться гуманитарный груз перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Сейчас мы совместно с главой городского округа Алексеем Петровичем Спасским решили, скажем так, конкретизировать уже гуманитарные грузы, оказывать уже адресную помощь, взять, что называется, шефство. Это 42-я дивизия, которая дислоцируется непосредственно уже на территории боевых соприкосновений. На протяжении всех месяцев проведения спецопераций на Украине депутаты и неравнодушные граждане собирали и отправляли в зону боевых действий тонны гуманитарных грузов. Поводом для корректировки этой деятельности в сторону адресной помощи стало обращение бойцов с передовой. 42-я мотострелковая дивизия 24 февраля выполняет задачи на специальной военной операции. Очень надеемся на тесные дружеские отношения и искреннюю помощь от депутатов Ленинского городского округа. Призыв был услышан и первую партию загрузили из приемной «Единой России» на школьной улице. В погрузке лично принимали участие депутаты Совета депутатов округа. И не только потому, что послание бойцов было адресовано им, ведь народные избранники представляют всех жителей округа. Самое главное, что у жителей есть желание, у наших граждан, участвовать и не быть безразличным. Вот это ценно, вот это и важно. Также у нас есть компания фирмы «Арсений», которая активно с нами сотрудничает, именно с депутатским корпусом, для того, чтобы помогать через нас, жителям Донбасса и тем, кто нуждается. Теперь на территории Ленинского городского округа планируется организовать 9 складов, где будет собираться вся гуманитарная помощь. Их адреса опубликуют в социальных сетях и на сайте администрации округа, равно как и списки того, что необходимо бойцам. Депутатов Ленинского городского округа привезли продукцию, которая будет перегружена на палеты и складирована в этом складе до дальнейшего перемещения. Планируется, что первый груз будет отправлен уже в начале октября. Гуманитарный конвой возглавит Владимир Писаченко. Он уже несколько раз был с такой миссией в зоне проведения специальной военной операции. Владимир отмечает, что и про мирное население не забыли. То, что местные жители, то, что депутаты, то, что ветераны боевого братства будут собирать вот эту данную помощь, она будет оказываться не только военным нашим ребятам, но и тем людям, которые остались без крова. Не оставайтесь равнодушными, присоединяйтесь. Всем желаю мира и победа будет за нами. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.